здорово друзья сегодня мы находимся у влада он сам расскажет связи с чем это событие привет ребята вот возникла идея записать распаковочку нового приобретения моего но саму распаковку мы не записали потому что я распаковал все раньше раньше того чем пригласил вот рама но в общем в самой посылочки что я заказал были вот эти вот кассетки распаковку посылки да спаковка но кассеты сами они остались некоторые запечатаны три кассеты запечатаны одна распечатаны откуда они кстати приехали расскажи что это не фейковые настоящие кассеты ну это на сайте мешок по моему . ру там в общем распродажи кассет какой-то магазин который уже продукция которого уже не актуальна на сегодня вот распродает так сказать за недорого свою коллекцию того что он продавал в те далекие 90-е и надели нулевые годы вот ну а заказал я именно ту музыку которую мы с рамом слушали еще в 90-е захотелось мне так сказать поностальгировать послушать именно в аутентичном варианте то что мы слушали а именно здесь преимущественно это три альбома группы аморфис вот наши так сказать любимые альбомы три лучших альбома на наш взгляд и вкус этот вот открытый два из них в целлофане еще это первый который мы услышали вот этот альбом 1 они этот нет вот этот первый а возможно мы песню услышали клип black winters day мы услышали здесь ну вот она одна распакованы это кассета от лейбла goblin records я вот не помню у нас были раньше от гоблина или нет по моим ощущениям вот идентичная прям вот я смотрю на кассету прям вот как будто вот она и есть даже трещины какие-то имеется но на этой да но не разные лейблы выпускали эти альбомы пиратские лейблы помнишь этот вариант из гоблин был клип тогда как раз вот эта песня black winter day даже тексты езды вампирский текст и вот состав музыкантов вот эти картинки я помню а пел короче вот этот чувак вот этот чувак короче раньше он был вокалистом который начал который на гибсон еще играл рифы написано состав типа томми киевки киеву саре вокал с ритм гитар с уже сейчас там кто поет у них часто вообще другой какого 10 сейчас давай посмотрим он вообще пел в первом могут первых альбомах он пел а потом уже в лэджи там уже буду какой-то приглашен у меня кстати аморфис вот именно с ним тогда и потом еще один вокалист не привезли к вокалисты меняли сейчас аморфис это поп-группа а вот этот альбом от которого самый такой тяжелый он прям вот это настоящий doom прям такой сатанинский нет нет а это первое это прям металл здесь уже прям не придраться ни к чему здесь вообще не грамм и попсы может сегодня послушаем фрагменты может быть вспомним что-то какими его как доме доме и у вас ари вот комики киев сколько ты уже букв набрала они видимо у него же псевдоним киеву даже даже близко еще не вылазит уже четыре буквы фамилии даже называли набрали 5 может быть ошибка на кассете вот только чтобы набрать последнюю букву появилась короче а ну как бы вот наверное он и есть вот на гипсы никак играл так играет ну да написано гитарист текущий ритм гитарист и бывший вокалист финской а ну то есть он с самого начала амор состава бывший вокалист бывший вокалист вину и короче ну потому что он не пел он рычал и как раз на на black winter day они пригласили чувака который пел божественным голосом там очень красиво пил с каком альбом вообще начнем может быть тогда с распакованного и начнем что-нибудь не совсем помню какие там песни есть помню только вот хиты тоже только в интернете помню для этого случая была приобретена вот кассетная дека фирмы над модель над 602 93 года вот чтобы кайфануть пока не надоест послушать кассетки такие приятные звуки она щелкает кассетка зашипела вот этот ступень я помню и 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 Потом мажором, да, встанет? Сейчас тему в мажором будет идти. Да, да, колокола всякие там сейчас изгонят. А что за синтезаторы использовались в то время? Не знаю, может это спортсмайл? Или корк? PlayStation. Сейчас мажор будет. А, ну да. Но это нормально прогрессивная задумка. Настроение сразу как бы сподвигает к определенному настрою прекрасную альбома. Этот трек был хорошо записан. Потому что с линией писали, с клавишной. Ну так, да? Нормально. Мне, кстати, раньше Аморфис, не могу сказать, что по чему фанатом был. Просто это запомнилось. Кассеты-то случайно нам даже в группы попали. Ну я потом не случайно брал. Да? Да, у человека из 25-го, Сергей, я брал. Эти все альбомы я у него брал. И потом более новые брал. Ну вот это нормальная музыка. И самая главная ценность кассеты. Ты тут не перемотаешь. Целый альбом послушаешь. Две бочки. По собам только. Две бочки как бы так прослеживается слегка. Я считаю. Но мы все-то запись не вынесли. Ну да. Просто прогрессивно-прогрессивно. В подлитии от того, что сейчас Аморфис пишут. Убираем. Пока стоп нажму. Да. Убирай. Ровно достойно. Зачатки по музыке прослеживаются. Зачатки, да, нынешнего Аморфиса. Непонятно ни одно слово. Для этого здесь можно открыть книжечку и вникнуть, так сказать, в текст, смысл песни о похождениях карельского, там, да, пинского мифического персонажа по имени Халевава, который ходил по карельским озерам и, в общем, всякой дичи и ужасом расправлялся с ним. Подготовился или так на ходу сейчас? Нет. Я просто помню, я раньше увлекался немножко творчеством аморфис, прошелся по верхам. И что он делал? Людей угловил? Нет. Он с чертовщиной, со всякими лешими там боролся. А это что за рыцарь благородный поет? Ну, вот это, видимо, он и есть. Зачатки. А, которые будут в колледже там, да? Да. Ну, понятно. А как гитариста там именно Халопайнер? Да. Эса Халопайнер. Ну, по-моему, я так понял, что он, как бы, лидер этой группы. А сейчас он тоже там есть, да? Он, видимо, да, лидер группы. И он там что-то бухал по-черному, ломал свои руки. Там что-то такое, я припоминаю. Просто прошло очень много лет, и осталось не очень много воспоминаний. Ну, в общем-то, можем приступить к распаковке, чтобы посмотреть, как вот здесь вот есть текст, и все правильно. Ты сказал, что коробочка. Коробочка. Начнем с первого тогда альбома. Ну, да. Это самый первый альбом. Некоторые коллекционеры, конечно, против такого кощунства, которое сейчас будут совершать. Это распаковка прям пленки изначальной. Но мы же приобрели это для того, чтобы слушать, правильно? Кайфовать. Ну, да. А на самом деле ты сейчас рыночную стоимость снижаешь в будущем. В будущем, лет через двадцать, да? Да. Два раза точно. Ну, мы же не ради того, чтобы двадцать лет ждать или сколько-то. Правильно. Чтобы потом их продать на аукционе. Просто чтобы кайфануть, вспомнить, как пленочка начнет шипеть. Посмотреть, как здесь оформили пираты. Снимать на альбом. Это вот этот альбом первый. Закарелин Исмус или как-то он там называется. Как сигаретную пачку открыл прям. Ну, как прям, вообще, навьё. Блестит. Пахнет. Вот. Кассетки. Ну, да. Прямо кассетка. Вааа. Ништяк. Вот раньше кайфов вообще было мало, а кассеты это, конечно, Кассеты это круто. От того же лейбла. Смотри, как размазано. Сделано пиратами. Да. Ну, здесь так же точно. Ну, да. Такой же принт. Да, да. Размер. А сколько это? 60 минут длится, да? Нет, я думаю, меньше. Меньше. Совсем тут чуть мало. Подгоняли конкретно под альбом, да? Кассеты. Прямо экономили, да? Вот такая пленка. Прекрасно. Это настоящий фетиш. Да. Представляешь, я такое ощущение не испытывал уже 20 лет. Ну, чуть меньше может быть. Посмотрим, что здесь. Тоже здесь состав. Ну, те же чуваки, естественно. Оформление тоже очень крутое. В лучших традициях 90-х годов. Да. Чуваки в рубашках, в клетчатых. На фоне каких-то... На фоне лесов здесь, а здесь на фоне непонятно чего. А здесь, короче, тексты песен и баталии рыцарские. У нас такая же была кассета? Да. Ништяк. Здесь много рифов очень приятных. Помнишь что-нибудь отсюда? Ну, надо слушать. Так, нет? Я помню. Ну, как бы помню вступление такое. Да. А может, наиграешь? Ну, давай до него дойдём. Не, сначала наиграть. А потом мы сравним. Ну, может, так? О! О! Бо! 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 На квинту вверх. Ну, возможно, там вниз было. Ну, короче. Проверим. Смотри. Да? Тональность поменялась вот так вот. Ништяк. Сейчас первый запуск. Сейчас. Всё. Погоди, погоди. Я первый вспомнил. Как-то вот так вот. А потом это было. Я думаю, что там как-то было более плотно всё. Как-то там аккорды вешались. Это всё в октавы было. Там записали плотно, плотно красиво. Такое было впечатление. Сейчас проверим. Может вообще там панк-рок. Сейчас пустая запись. Да. О, зашипело. Другая тональность. Фа минори. Получается. Значит, мол, сейчас. Си бемоль минор. Ну, два аккорда вот так-то середуются. Может быть, запись ускоренная, на самом деле. Я сейчас проверял кассеты. Не все кассеты в оригинальных тональностях. Это, чтобы больше уместилась информация, ускоряя при записи. На этой деке такой функции нет. А вот есть деки со скоростью записи. Сейчас риф должен пойти. Да. Собственно, вот он, да. Какое-то диско вообще звучит. Но не совпадает. Это совпадает. Это кассеты, аналы. Потому что ускорились. Без ветра, но мы, чуваки, играем. Когда нужно, поддали. На жарку. Как в печке. Дровися подкрусили. Раньше так учили, да, это было нормально. Ох! Вот это я помню только. Вот это круто. А вот это мрак. Да. А помнишь, мы это врубали тогда? Те колонки были такие круглые от какого-то проигрывателя. А то есть радиола. Радиола, как это называлось. Блин, ну прям шары такие. Колонки шары. Мы их поворачивали на улице. К нам приходила папка кричать. С соседнего дома. Ну да, вот такое развлечение было. Потому что других не было. Наши ролики забанить могут. Ну, шары кинут один, как бы ничего страшного. Но, может это не страйк будет, может это будет просто монетизация с ним вообще. Которой нету. Да, потерять нельзя. Шикарный альбом. Просто... А вперед, может, мотанешь? Я просто что-то плохо ориентируюсь. Не сотри только. Тут нет такого, как на старых. Нет. Ты знаешь, если нажать сначала эту кнопку, потом нажать play. Я думаю, все помнят, что кнопка play находилась с кнопкой записи. Это на китайских таких мафончиках. Ну, как бы проблема решалась, когда была вторая дека. А когда на кассетном мафоне... Квинтовые ходы постоянно. Выдающиеся будут какие-то темы в этом тренде? Ну, они обычно к концу они всегда, да? Да. Если делают... Все, мы пойдем вперед? Берут гармонию какую-нибудь попсовую. Ну, сейчас такая новость вообще не в тренде. Да, да. Сейчас все по гармонии должно быть. Обязательно должны быть мелодические припевы какие-то. По сальс-веджу. Но откровенно говоря, мне не очень вкатывает современный металл. Ну да. Ну, смотря, конечно, какой, но... Многие переобулись, стали... Допустим, тот же Mashing Head группа. Какие классные были первые альбомы. Ну да. Почти сепультура прям. Даже вокал прям нормальный прям. По рифам даже и... Рифы сильнее даже. Рифы сильнее, да. Рифы сильнее, да. И поэтому там уравновешено в том, что, ну, как бы, рифы сильные. Вокал послабее. Вокал послабее, чем у Макса Кавалера. Ну, в лучшие годы Макса Кавалера ему заведут. Да, да, да. Хотя у него каждый год лучший. Недавно чуваку, ну, молодому, ну, сколько лет, двадцать... От двадцати до двадцати... Пытался показать разницу между грувами Сепультура и Напалом Дэса. Вот. Но для него что-то, что-то, он говорит. Для меня это просто, как бы, ор и шум такой. То есть, чтобы ластбит до него, да? Чтобы ластбит, чтобы грув, ну, метал. Значит, просто не разбирается. Ну, сейчас уже как-то это, да. В сортах. То есть, сейчас уже в трендах такой музыки не так уж много. Что, мотать будем дальше? Ну да, чуть-чуть. Давай следующую. Давай следующую. Кассету? Ну да. Или что ты хочешь? Ну, давай следующую, да. Элэджи. Здесь уже прям поп-мьюзик начал вторгаться в металл. Да, уже неприкрытый. Мой айбом ещё хорош. Отлично. Из-за того как раз этого вокала. Самый риф из-за вменующегося. Вот Томи Калува. Помнишь рифец вот такой вот в голову пришёл? Сначала такая тема. А потом, короче, этот. Вот. Потом терции как-то. Вот под этот риф. А вообще музыка такая, наверное, очень разнообразная. Вот уже в этих альбомах. В Элэджи особенно много тем не забелают. Постоянно всё меняется. Всё такое. Из-за клавиш. Тоже всё такое яркая музыка. Раскрашенная. Не просто вот как этот альбом. Более в одном таком стиле выдержанный. Элэджи. Немножко написание отличалось на разных изданиях того времени. Вот самого Элэджи. Я просто погуглил, посмотрел в интернете. Свежий. 96-й год. Слушай, а почему он поцарапанный? Ну, такое бывало. Нероднократно. Я вот помню, что... Неинтересно. Такое реально было. Здесь вообще... А, ну это бонус вообще. Это мы припрячем пока. Это вообще шедевр. Дай-ка посмотрим вот эту штучку. Разворот. Вот. Здесь уже какой-то фильтр наложили на фото. Вот на это. А вот. Вот такой состав. Помнишь? Да. Эту фотку. Помню. Молодые рожи еще. Ну и они постоянно менялись какие-то, да? Я так помню, что гитаристы и вот этот вот первый вокалист, они в основном составят, да, все время? Ну да. Ну что скажешь про этот альбом? Этот? Тебе не очень пёр, да? Нет, пёр. Я как раз больше всего оттуда музыки черпанул и поснимал. Ну, пёр, конечно, у меня больше всего предыдущего, который мы слушали. Угу. Там попсы было поменьше. Ну, не то что поменьше, практически не было. Так же тексты, да. Состав. Все в таком же ключе выполнено. Продакшн. Кто сделал мастеринг? Да зачем? Да. Дэйв Ширк какой-то. Ну да, раньше мастеринг было делать непросто. Сведение, мастеринг, продакшн, продюсер by Amorphous. А есть здесь даты вообще кассеты какого года? Нет? Альбом или кассет? Кассета сама. А ты кассету уже спрятал? Там на кассете не будет. Это может быть где-то вот... Где-нибудь тут. 97-го кассета, альбом 96-го. Угу. Ну, это прям раритет. Ладно, давай слушать. Кассета ништяк. Да, слушай, я так кайфую, я перестал музыку слушать в интернете. Стал слушать на кассетах. Он привез старый свой. И прям... Я не знал, что кассеты звучат так хорошо на деках. Подключаю их к мониторам и вообще изумительный звук. Записываешь. Расскажи, как ты записываешь. Записал с Мальмсена и много других. Да. То, что у меня было плохо записано, я теперь с флаков перезаписываю. Чтобы служить на кассетах, чтобы не обламываться. Восток. 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 На электроситаре играют. Ну, качество, кстати, этих кассет, оно вот так себе записывалось, наверное, с кассет на кассет. А вот я уже помню это. Вот прям какой-то ансамбль эстрадно-симфонический. Индийский. В составе. Так. Уже новый вокалист был в составе здесь. Ну да, когда вот этот вокал вступает, конечно, это круто, просто нереально. Когда этого... Этого стало мало в следующих альбомах, которым обламывало. Помнишь, да? Постоянно ждали, когда там иногда Гроу. Да. С Туанелли там все в двух песнях только Гроу. Да, да. Но там, по-моему, другой вокалист уже Гроу. Да. Но, кстати, там хороший Гроу. Да, да. Гроу уже такой. Слова, где можно услышать. Наверное, уже на компьютере записывали. Еще, кстати, после этих альбомов вышло, по-моему, два кассетных альбома. Вот насколько я помню. И все. С кассетой мы, по-моему, в офис собязали. Да. Здесь уже много вокалистов. Тут уже Пасик Аспиннин. Уже много вокалистов. Он заерычал и пел. Значит, тот уже совсем отошел. Хотя вокал, как вокал указан. Наверное, где Гроу нечитаемый, там он. Ну да, здесь, конечно, без подробной статьи не разберешься. Да все есть в Википедиях и прочих ресурсах. На самом деле просто неинтересно готовиться. Хочется в памяти копнуться просто. По-тонем, да? Да. Тут уже поп-мьюзик. Оля, вот такой Пэйн. Пэйн такой типа. Ну еще, скорее всего, по вокалу было похоже. Пэйн, кстати, какой-то там вроде такой знаковый продюсер. Мультиинструменталист, продюсер. Да, именно студийный чувак. Сейчас с этим. Из Рамштайна. Сейчас ты хейтеров на собираешь имя. Тиль. Тиль. Pink Floyd, да? Вот смысл какой звук синтезатор хороший. Я хочу такое. На плагинах я его не могу найти. Какие-то тоналисти дикие. То ли тянет, то ли самотональность. Не выше или ниже. А что за звук? Тут же на верхах что-то творится. Ну, походу, просто раньше так сводили. Так делали мастеринг. Там же написано. Колонки не выдавали. Какая-то дикость на верхах. А что это за эффект? Это фленджер какой-то? Был. Сейчас ушел. Ну, это же топ-гранж. Да, представляешь, как быстро эволюционировала группа. Три альбома и эволюция просто. Это как в 92-й год, а это в 96-й. Через 4 года заиграли по псу. Мы, кстати, альбомы прослушали не в хронологической последовательности. Поэтому тут небольшую путаницу ввели. Хочется на какой-то проигрыш. На 3 стил. Ну вот, финский напевок. Вот, кстати, чем славится группа? Вот таким вот проигрышем. Да, да. И они будут до конца песни играть в разных тональностях. Там, линять. Слушай, это классные проигрыши. Может, над современной Аморфиса слушать? Может, у них тоже они есть? Может быть, и осталось, да. Аморфис. Супер. Они прям готовы играть. 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 Я бы вам будет. Я почки не слышу. Это. Сектор газовое время. Давай дальше маканём. Вот это богаткое величины. В принципе, как и все остальные. Из представленных здесь. Опять. Но это и ништяк Это можно слушать, слушать Как транс А может они нам и навязали Вот этим многоградным повторением Поэтому мы это и запомнили Слышали это долго, долго Не мотаются какие-то Модуляция Ништяк Грустно Реально бочки не слышно Может быть так, кассета записана Может быть просто Надо в Афлаке будет найти Может быть на дисках, там уже ремастерик Даже какой-нибудь Сведение переделать Кардан уже Валит Чувствуется, что он есть Сейчас кардан обычно В МИДе прописывают С 90-х годов С конца вроде как Помнишь мы, кстати От барабанчика Мишуги Скачивали Какой-то был пакет Драмс Гонг Хелл Да Там МИДи были Были МИДи забитые Квантизованные Начало МИДи Нот А Конец МИДи Ноты был Оставался МИДом Срез Я такой богатый палитры Тогда не слышал Ну тогда не было таких у нас Возможностей Студийного оборудования Чтобы послушать все это Слушали на кассетном монетафоне На китайском, монофоническом Ну да Монофонический У нас не было стерео Ни у тебя, ни у меня У меня стерео потом появилось Когда я уже бомбок Стал подключать К этим круглым колонкам Я уже понял, что такое стерео Тогда диски уже стали слышать Ну да Зерен типа Перед этой штукой был проигрыш Оставил Он короткий был Ну, включи А, вот этот Такой, да Это странно-машень А ты не помнишь? Не, не помню Спорный для металлической группы Такой Это может быть прикол такой? Ну, такой прикол, да Я думаю, что серьезно Я думаю, нет Я думаю, они алкаши синий Им просто по приколу Такой алкаши не будет Ногу свело, типа Да Это прям нормально Если бы пацаны какие-нибудь Сибирские Газпромовцы вызвали себя Вот этот момент Их прям впечатлило бы Они бы сразу пляс Ладно, давай дальше На кассетной пленке Четыре дорожки На самом деле Две дорожки Две стереодорожки В одну сторону Две стереодорожки В другую сторону А бывают рекордеры Которые в одну сторону Четыре сразу пишут Ты сейчас уже Познакомился с таким Помнишь, раньше были такие Где нужно мотать долго Пока запись пойдет Может, ее не будет? Запись Может, забыли записать Они просто переворачивали Когда заканчивалась Предыдущая песня Да, да Ничего так А тут такая каша звучит Что мне не надо Так это и есть та песня Вот эта Которая показывает По-моему, она так закончится Что-то наверх На середине Тут творится Неописуемое что-то Такая звуковая Ватная Красота А, сейчас будет другой рифф Тоже прикольный Тоже С модуляцией И с вокалом И все так сварили Не убирали даже Музыкальную подложку Под вокал Раньше просто По громкостям Скрип Слышим Тут задумка Грандиозная Все Хочу, кстати, сказать Забегая немножко наперед Мы тут Коррозия металла Недавно Слушали Да, кстати Записанные Кстати, очень клево Альбом Сдержите поезд Да, мы сравнивали С записи Сепультура Ну, по крайней мере Которая у нас Может быть Какие-то кассеты Лучше Но вот Коррозия даже Выигрывала Почитаемость Читаемость Читая такая была А, нет, это другое Или это весь Да, это же Триольная Значит А, слушай, тональность Какая Давайте сейчас Хотя они могли Перестраить Титар Еще Матлак Может Кассеты Плотить Не забывай, что Там Мы записывали Их Быстрее Мебемоли Здесь Мебемоли А она Как бы Вли По всей Логике По терциям Пойдет Титар Как гармония Обогатилась Слышь Прям Да Что-то там Что-то не Добавляют Необычное Вот здесь Вот Слышишь Что-то Что-то нестандартное Кажется Мариакок Ну Аккорд Менялся Что-то там Красивое Ну Где аккорд Босси Стал Да Тоже Не микродозами Здесь Они кормят Нас Проигрышами Ну Да Основательно Слушайте Этника Прям Фолк Короче Я понял Я хотел Знакомиться С новым Альбомом Есть надежда Что там Что-то Великое Может быть Но люди Подзаслели Возможно Они должны Разлиться Давай Перейдем К следующей Кассете Совсем Все Я думаю Это самая Шикарная Вещь Которая Была На этом Альбоме Согласен Бонус Который я Приобрел Просто потому Что он Был В довесок Нито не ожидает Или мы же Спалились Что-то Ну мы там Наверное Спалили Но Это тоже Кассета Которая Когда-то Хопа Своим Внешним Видом Как-то Мне очень Понравилось И приглянулось Наверное Ну все Видели Вот именно Такую картинку Звуком И музыкальным Содержанием Я был Любитель таких Вещей Да Это тоже Было Так Необычно Панк революции Всяких Ну Панк революции Уже по-моему Писали в цифру И там Качество Такое А вот Пурген Я знаю Что они Писали Еще Я смотрел Материал То что Первый альбом Записывались Просто через Микшер В обычный Советский Кассетник Вот Я думаю Что как раз Вот этот альбом Он И Прикрывайте Ну Можешь Ты вскрыть Если хочешь Я уже Три вскрыл Чтобы это Спасибо Давно не вскрывал Кассет Заволновался Руки Затряслись Ладошки Спотели Да Я пока Под токсикоманию Аморфисом А Слушай Ну это прям А я от них Нупурген Вот этот запах Я прям Вот его помню Реально Ну Такой классный Такой химический Пошла 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 Кассеты Да И вообще Деки Когда открываешь Вот эти Кассетные головки Кассетные головки Да А MP3 Вот это вся Apple Music Яндекс Это все И вот Нету Ни осязания Ни обоняния Ни каверарта Нормального Нету Там картинки Которые Ты ничего не видишь Что там нарисовано Ой Хорошо пахнет Блин Они спорили Порвали Кассеты Порвали Но это аутентичное Так сказать Рванье Тут настолько широкий вкладыш Что он даже не влез Кассеты Смотри Она пахнет Немножко по-другому Тоже разворот Целочка прям Вообще Вот это прям Кстати Пурген Все государства Концелгеря Я кстати знаешь Уже в 2000-х годах Отслушал Когда появились MP3 Там уже в 10-х Или там В 12-м году Ослушал все альбомы Пургена Прям вот Ну это сила Сила нужна Духа И что я могу сказать Просто прослушал Мне это все понравилось И зашло вообще Я ну как-то Короче Такая крайность Безбашенности Вот Либо должно быть Все слишком музыкально Либо пусть это будет Не ну а играют Они круто Сейчас Сейчас да Сейчас альбомы у них Вообще Такой хардкор И вообще классный Музыканты С Пургеном сотрудничают Вот тоже Вкладыш Нечто так что Раньше были все Кассеты С вкладышами Ты покупал Интересную Историю Просто Не то что Скачал Какой-то там MP3 Альбом А тут реально Ты должен был Это послушать У нас ты Свои деньги Отдал За все Из той эпохи Достану Азов Альбом Группы Аз С тех пор Еще у меня остался Перепалок Бесплатно Вот от товарища Называется альбом Как он Зодоморфозы Зодоморфозы Это то ли концерт То ли я не знаю Тоже Ну это тоже Мне музыкальное содержание Опять же приглянулось Да Вообще хорошая запись Тут даже Вот у Азов Были такие комиксы А кстати да Комиксы Из даже такого Эротического содержания Блин 18 плюс придется ставить У меня Там придется по-любому Там же политика Ютуб сейчас Изменилась Нужно обязательно Ставить Давай про Пургена Да Или я так Похвастался Обложка У меня прям руки трясутся Какая обложка шикарная Какое оформление Слушай У нас эта кассета Тогда была вся задрипанная Да Вот это прям навяг Вступление Все государства Концлагеря Все люди живут Может вообще-то читать нельзя Но ролик застрайкает Сразу О Колумбарий А какая песня Колумбарий Которая вот эта Или такая Я сыграю прям в стиле Как это надо А да В чем ништяк панк-рок То, что играть нужно Вернее не нужно уметь играть Нужно просто кайфовать Просто по-зверски Рубить Вот эта вот эстетика Мне не приглянулась Когда я переслушивал Все альбомы Пургена Даже если ты хорошо играешь Ты должен сыграть плохо Чтобы было по-панковски Что это такое? Что-то было такое А кстати А это из этого альбома Риф-то сыграло? Колумбарий По-моему Вещь называется Вот она сейчас Убудет Нет? Да Мы про аморфий сказали Что звук плохой Индустриально Как компьютерная игра Другая что ли? Другая Ну вот это пан-кохонь Давай тогда попробуем Все-таки найти А вот Слушай Прям валынки какие-то Не русские там Скрипки Русские народные Как он там назывался Гудок Вот это песть Ну это зверство просто Просто агрессия настоящая Такая зверская Помнишь, какая движокая была Все такая плотная Панковская Да Панки у меня всегда Какой-то страх вызывали Ну Опазность Меня особо тоже Эта история Не привлекала Больше только привлекала Металлерская эстетика А там скинхеды Панки Были где-то в одной Да, гились постоянно Там в толку На толку Хотя одни антифашисты Другие фашисты Но по-моему Это две стороны Одной медали Замедлились Прям там нормально И стали Конечно Поход в таком режиме Слушай Давай ты Последок Сыграешь Вот этот риф еще раз И мы закончим Главное Жестче Перетягиваемся Вот тогда ты фан Вот это мастер-класс Вылизывать Ни в коем случае Играть Просто прям Вообще пофиг Не репетировать Ни в коем случае Никогда Да Кстати Похоже получилось Реально Спасибо Зацепило Я не старался Так и важно В общем На этом и закончим Обзор кассет Будем заказывать новые Да И собирать нашу старую коллекцию Чтобы не обламываться Чтобы все было под рукой Что было Когда-то в нашей жизни Чтобы это существовало Не в прошлом А в настоящем Бесконечном Космосе Собираем старую жизнь В новом времени Да Вот и по случаю Минувшего нового года И Рождества Всех поздравляем Вот Всех благ С праздниками Всех благ Удачи Здоровья, счастья Всего чего хотите Материального благосостояния Хорошего Обязательно Вот Любви Ну что будем заканчивать Спасибо что зашел сегодня Вот Распаковал Рад был очень видеть Взаимно Давай заходи почаще Посидим Поиграем Поностальгируем У меня там кстати Есть Дэнди Степлеровская Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...